Так, ну что, продолжим. Вот это яблоко, я его еще не съел. Вот, значит, продолжаем наносить красочные слои. Еще раз повторюсь, что очень важна последовательность нанесения красочного слоя. Предыдущие слои были прозрачными и жидкими. Почему это важно? Это важно, потому что идет связующая, связь слоев один с другими. Это связь молекулярная, это связь кристаллических решеток, одних веществ с другими. И чем правильнее мы это будем делать, тем больше это будет, прочнее будет эта связь между веществами, между веществами грунта, между веществами и молекулами красок, вот, слоев промежуточных, последующих слоев. Вот, и это обеспечит нам надежное сохранение работы. Почему это важно? Это важно, потому что мы думаем о том, как бы работу сохранить, и как бы она нам служила, и служила людям, и речь идет о сохранности. Почему? Потому что мы любим надежность, мы любим, нам нужна надежность и сохранность работы. Поэтому мы должны об этом тоже задумываться. Не только о, как нарисовать работу, как ее красиво сделать, грамотно, правильно обеспечить форму. Это уже другое. Мы не будем в эти дебри залазить, потому что это уже идет рисунок. А сейчас я рассказываю о технологии живописи. Это одна из частей общего обучения рисования. Поэтому продолжим. Сейчас будет красочный слой. Мы будем наносить более плотный. С добавлением можно добавлять белила, уже подмешивать в краску и наносить более корпусно, цвета, полутона. Это даст нам и материальность, это даст нам воздушность, прозрачность, объем. И в то же время это не будет нарушать связующие красочных слоев, потому что мы делаем все последовательно. Еще раз говорю, еще раз повторяю, это нужно постоянно, методично знать, понимать и все время себе об этом руководствоваться. Потому что мы все время забываем и нам кажется, что быстренько-быстренько нужно все сделать, схватить какой-то объект, нарисовать его быстренько и все. Чем чаще мы будем себе последовательно напоминать и методично выполнять правила выполнения техники, и оно станет частью нас, оно станет одной из наших привычек, и мы будем об этом меньше задумываться. Я ничего нового здесь не изобретаю. Нас так учили. Это технология классической живописи. Так учили, не знаю, давно и всегда во всех учебных заведениях и в академиях. Этому учат, и я здесь ничего нового не открываю. Я просто объясняю и наглядно показываю, как это делается. Может быть, это вам будет полезно и нужно. Поэтому я просто буду продолжать эту работу. Наносить красочный слой и углублять объем и форму. Теневые части, цвета. Смотрите, вот фон. Я уже наносил цвет. Еще раз покажу, как на фон наносится уже плотный более слой красочного слоя. Он связывается с предыдущим. И мы можем использовать предыдущий прозрачный слой с последующим нанесением более пастозного слоя и добавлением оттенков, цвета. То есть сейчас я работаю уже с оттенками. Я добавляю более прохладные тона, более теплые тона, в зависимости от того, насколько требует эта живопись, насколько требует эта работа. Поэтому здесь у меня, вот обратите внимание, здесь получается игра теплых предыдущих тонов. И в данном случае, я вот сейчас прорабатываю, и где-то холодные цвета. Они вместе дают игру цвета. Так. Вот так. Всё, можно пока что это оставить. Теперь можно немножко проработать нижнюю поверхность вот этого стола, добавить немножко цвет. Можно добавлять точно так же белила и обращать внимание на игру красочных слоёв и этим пользоваться. Если нас не устраивает какая-то техника или, может быть, пастозность или корялость этих всех мазков, есть у нас дополнительные способы. Есть мягкая кисть. Для того, чтобы обеспечить какую-то мягкую, красивую гладкую поверхность, мы можем немножко растянуть мягкой кистью. Потому что сейчас я работал жёсткой кистью. Это щетина, а это мягкая кисть. Это искусственная кисть. Есть такие же натуральные кисти. Но я использую искусственные. Они более долгонадёжные. Они не так быстро стираются, ими можно... И они очень хорошо работают. Это фирма Da Vinci. Это очень хорошая фирма. Качественные кисти делают. Я их всё время покупаю. Они очень хорошие кисти. Очень качественные. Вот. И что ещё нужно нам сделать? Можно ещё немножечко нанести свет на яблоки. Добавить немножко материальность. То есть не материальность, я хотел сказать, а добавить немножечко корпусность цветов. Почему это нужно именно? Корпусность, корпусность. Это уже из области рисования, из области живописи. Корпусность нужна для объёма, для материальности. Поэтому это тоже должны знать. Вот так вот. И немножечко соединим свет с полутоном. Так. И можно нанести самая-самая светлая часть. на форме яблока это блик. Мы все любим блики. Потому что блик, он вытягивает очень хорошо форму. Это самая светлая часть на этой форме яблока. Это блик. Он ближе всего к нам. Вот. Всё. На этом этапе можно пока что оставить. И вот так вот постепенно я дальше буду. Дальше следующий этап это будет лисировка. Потому что лисировка она даёт уже третий или четвёртый красочный слой. Я объясню, как это делается. Она углубляет, прорисовывает. Я буду последовательно рассказывать вот. В следующих роликах. Вот. А пока что на этом можно закончить и подождать до полного-полного высыхания. Потому что лисировка это слой жидкий и для того, чтобы краска не подмешивалась и не растиралась этим слоем нужно подождать полного-полного высыхания. И постепенно слой за слоем методика за методикой можно добиваться постепенно вот таких результатов до самого-самого конца. Таких вот результатов или вот тоже готовая работа. Или вот таких вот результатов можно добиваться постепенно. Я расскажу как это делается.